Здравствуйте! В эфире Первого городского службы новостей город в студии Вероника Сухачева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях уходящих в выходных. Смотрите в ближайшие минуты. Он догадался, он чувствовал, наверное. Он говорит, что трое, я говорю, да. Он говорит, я так и знала, и все. Так что вот так. Хотели одного мальчика, получили тройню. Еще одной многодетной семьей в регионе стало больше. Убивать им дают один раз практически в неделю, потому что им нужна обязательно живая кровь. Послушные пташки, профессионалы своего дела делятся секретами дрессировки диких птиц. Взломали, схватили и побежали. В Калининграде ограбили депутата областной думы. Если бы я столько пережил, сколько в моих текстах, ребята, туда бы выносили труп. Совсем не Мерлин Мэнсон. В Калининград с концертом приехала эпатажная группа Роман Рейн. Теперь подробнее. Это один из немногих дней в году, когда полицию не ругают. Именно 10 ноября принято вспоминать, что их служба опасна и полна трудностей. Прошел год, как он превратился в абстрактный день сотрудников внутренних дел. Но в народе он уже трансформировался в день полиции. Но как бы ни назывался праздник, за ним стоят тысячи людей. Субботним утром у памятника 1200 гвардейцам собрались подразделения ОВД, чтобы почтить память ветеранов и продемонстрировать строевую выправку. Не обошлось и без торжественных речей с трибуны о том, как нужно служить. Праздник в новом качестве сотрудники МВД встречают уже второй год. Но своеобразный ребрендинг из милиции в полицию еще не закончен. В 2011-м их переатестовали. Сейчас собираются еще и переодеть. Деньги на это нужны немалые. Сколько именно, не знает даже главные полицейские области. Личный состав уже не только руководящий состав, а в целом уже они переодеты. Они находились здесь на параде, вы об этом убедились. Но, как говорят, не сразу же Москва строилась. Потому что вы же знаете, сколько нужно финансирования для того, чтобы одеть и переодеть 140 тысяч личного состава. Новую форму для калининградских полицейских закупят в следующем году, чтобы внешний вид сотрудников обновленной полиции соответствовал и обновленному содержанию органов внутренних дел. Накануне праздника полицейским еще раз напомнили, что преступность не дремлет. Вечером в пятницу прямо в центре города неизвестные ограбили депутата областной думы. Добычей грабителей стали деньги и документы. Все произошло на улице Леонова в районе кинотеатра «Заря». Автовором приглянулся автомобиль «Ауди». Личный водитель депутата оставил машину на стоянке магазина всего на несколько минут. За это время злоумышленники успели разбить заднее стекло. Из дорогой иномарки похитили только портфель с документами. После чего неизвестные скрылись через ближайший двор. В похищенном портфеле лежали 50 тысяч рублей и очки, сделанные по индивидуальному заказу. Автомобиль «Ауди» принадлежит депутату областной думы Юрию Шитикову. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей. 300 грамм мяса в сутки и больше ничего. Это не новая диета, а вполне обычный рацион хищного филина. Его и еще нескольких птиц тренируют в Калининградском клубе охоты. Раз в неделю пернатые хищники выходят на публику, чтобы продемонстрировать свои охотничьи навыки. О том, чего боятся грозные пернатые и сколько стоит обзавестись таким питомцем, узнавал Илья Ишутин. Филин по кличке Кен не вырывается на свободу, а просто хочет спрятаться в место поуютнее. На улице сильный ветер, а только что пообедавшей птице необходимо выспаться. Милый, на первый взгляд, вид птицы обманчив. Обед у такой пташки далеко не вегетарианский. Тренерам из питомника, где живет Кен, приходится иногда давать ему сырое мясо. Убивать им дают один раз практически в неделю, потому что им нужна обязательно живая кровь. А так кормят обычно мясом птицы, домашние птицы. Кен – молодой филин, ему еще нет и года. Но и за это время его уже хорошо натренировали. Сначала хищника приучали не бояться человека, потом садиться на специальную перчатку. Сейчас Кен спокойно позирует для фотографий и не боится криков маленьких детей. Но тренировки продолжаются по три раза в день. Без них птица постепенно начнет дичать. Они вообще, птицы привезены из питомника. В питомнике они вывезены. Так как в живой природе этих птиц ловить нельзя, так как они краснокнежные. В нашей Калининградской области филины водятся, но их очень мало. Несмотря на то, что представленные птицы занесены в Красную книгу, их можно приобрести и себе. Правда, стоимость хищных пернатых кусается от 50 тысяч рублей. Филина нельзя посадить, как попугая, в клетку, поэтому придется заплатить еще несколько десятков тысяч рублей за вольер и сопутствующее оборудование. Для тех же, кто не может выделить для такой птицы целую комнату в квартире, показательные выезды будут проходить каждую субботу. Илья Ишутин, Константин Казанцев, Служба новостей город. Рейд по мемориалам. В Калининграде чиновники обошли памятники солдатам Второй мировой войны. На их реконструкцию в этом году было выделено более 4,5 миллионов рублей. Один из мемориалов в честь 27 солдат был восстановлен по личной просьбе заместителя командующего Балтийского флота. В течение двух месяцев была уложена новая плитка и восстановлены бордюры. А гранит для обелиска и стелы был привезен из Карелии. Стоимость ремонта только на этом объекте составила чуть больше полутора миллионов рублей. До реконструкции на мемориале отсутствовали могильные плиты и изгородь. Но местные жители все равно постоянно приносили на это место цветы. Сейчас уже составлен план работ по ремонту памятников на следующий год. Запланировано около 5 миллионов рублей тоже на проведение ремонтно-реставрационных работ, в том числе таких объектов, как бюст Александра Суворова на улице Суворова, братские могилы и другие захоронения погибших солдат в годы Великой Отечественной войны. История города оставила большое количество таких объектов. Этому богатому наследию долгое время не хватало внимания со стороны властей. Поэтому сейчас в реконструкции нуждаются десятки памятников истории. История войны в открытках. В воскресенье 11 ноября закончилась Первая мировая война. Было это 94 года назад. В Калининграде в эти выходные собралось немало людей, которым есть что поведать о прошлом. Выставка приехала в бывшую столицу Восточной Пруссии из Музея современной истории России. В канун очередной памятной даты в Музее Мирового океана собрались ученые и историки. Выставка как иллюстрация того, о чем говорят речь на конференции. Это не только военные подвиги и герои. Это жизнь простых людей того времени. То, что они чувствовали и что думали. Возможность прикоснуться к подлинникам, почувствовать аромат и вкус той эпохи, понять те переживания людей. Открытка как ничто лучше отображает настроение тех людей, которые проживали то время, жили, страдали, погибали, умирали. Среди российских открыток закрались и несколько весточек из Франции. На обоих изображены бабочки, как символ легкости и свободы. Крылья раскрашены в цвета французского и российского флагов, как знак признательности Франции перед заслугами нашей страны в той войне. Сразу после рекламы вы увидите. Он догадался, он чувствовал, наверное. Он говорит, что трое, я говорю, да, он говорит, я так и знала, и все. Так что вот так. Хотели одного мальчика, получили тройню. Еще одной многодетной семьей в регионе стало больше. Если бы я столько пережил, сколько по их текстам, ребята, туда бы выносили труп. Совсем не Мерлин Мэнсон. В Калининград с концертом приехала эпатажная группа «Роман Рейн». Потому что они настолько были плотные, что вот одного какого-то платья достаточно было одеть зимой и будет жарко. Такое теперь не носят. Любители истории продемонстрировали модные тренды средневековья. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Чиновников Балтийска оштрафовали за бюрократию. Какао может быть опасно для здоровья, а расходы на культуру предложено увеличить. Об этом и не только. Смотрите в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Роспотребнадзор предостерегает граждан страны от употребления какао. Речь идет о шоколадном порошке «Несквик» продуктового гиганта «Нестле». Ведомство ссылается на своих коллег из США. Они обнаружили в составе порошка возбудителей острых кишечных заболеваний. Попросту говоря, сальмонелл. Партия, зараженного бактериями какао, предназначена для Америки. Но главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что из-за особенностей нашего бизнеса продукция может попасть и на прилавки российских магазинов. Власти Балтийска нарушали закон о закупках. Прокуратура провела проверку деятельности управления муниципального имущества. В отношении начальника управления возбуждено 10 административных дел. Нарушения выявлены при проведении закупок для нужд школ города. Чиновники требовали дополнительные документы с предпринимателей для участия в конкурсах. В итоге начальник управления оштрафован на 50 тысяч рублей. Калининград рекламируют за рубежом. На улицах польских городов на светодиодных экранах запустились ролики о туристических возможностях области. Инициатива принадлежит правительству Янтарного края. Пока привлекают туристов таким способом в Гданске и Ольштине. Если от этих мер будет эффект, то рекламные ролики на своих улицах увидят и жители других польских городов. На культуру нужно тратить больше денег. В этом убеждена вице-премьера России Ольга Голодец. Сейчас расходы на культуру в бюджете страны составляют меньше процента. Из-за этого падает и общая культура россиян. Начать предложено со школ, приучая подрастающие поколения читать книги. Сейчас по данным опросов 35% жителей страны книги вообще не читают. В этом году правительство области потратило почти 600 тысяч рублей на помощь ветеранам боевых действий, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Деньги получили нуждающиеся в лечении, а также малоимущие семьи. Всего поступило 70 заявок на материальную помощь от ветеранов военной службы и их семей. Средства распределяла специальная комиссия. Каждую заявку рассматривали отдельно. В следующем году общая сумма на материальную помощь будет выделена в пределах 600 тысяч рублей. Один хорошо, а трое лучше. В Калининграде состоялось уникальное событие. Имя наречения сразу троих малышей, братьев Кухаревых. Тройняшки появились на свет 24 октября. Последний же раз тройняшки рождались в нашем регионе в 2011 году. Как назвали трех богатырей, смотрите в нашем следующем сюжете. Судьбой великая честь, свою любовь в тройне преубежать. Оксана Кухарева светится счастьем. Тройное пополнение в семье не каждый день. Сначала родители ждали двойню, но позже Оксане сообщили, что сынишек на одного больше. В тройне радостную новость даже не пришлось сообщать Леониду Кухареву. Он догадался, он чувствовал, наверное. Он говорит, что трое, я говорю, да, я так и знала, и все. Так что вот так. Теперь родители называют себя большой семьей. У Читы Кухаревых уже есть две дочери – Светлана и Мария, которые стали сестрами для новорожденных Юрия, Александра и Павла. Для девочек такое пополнение стало не меньшей радостью. Обрадовались. Мы сказали, не забывайте рожать, потому что здесь каждый раз по трое. А так, лучше рады, нячицы, очень хорошо помогают. В торжественной обстановке малышам вручили свидетельство о рождении и медали «Юный калининградец». Не обошлось и без подарков – цветы, сервис, торт из-под гузников и даже личный подарок от губернатора. Правда, содержимое подарочных пакетов от главы региона так и осталось неизвестным. В награду родителям за трех богатырей из бюджета выплатят миллион рублей. В остальном же счастливая чета заверила, что проблем поднять детей не будет. Отец семейства Леонид Кухарев – заместитель председателя Совета депутатов «Зеленоградска» и владеет строительной компанией. Алиса Лебель, Назим Габибов, служба новостей, город. Эту одежду носили в Кёнигсберге семь веков назад. В воскресенье состоялся фестиваль средневековой культуры. В отличие от современной моды, модели должны были хорошо разбираться в истории и уметь самостоятельно сделать себе костюм. На средневековом дефиле побывала и наша съемочная группа. Все наряды выполнены самостоятельно по гравюрам и текстовым описаниям одежд того времени. Модели дефилировали в костюмах, принадлежащих высшим сословиям. Носили их в Пруссии в XIII-XIV веке. По сравнению с современными вечерними платьями, костюмы того времени отличаются не только внешне, но и материалом. Все времена были очень грубые ткани. Они даже вот их некоторые платья, их можно было спутать с ковром, потому что они настолько были плотные, что вот одного какого-то платья достаточно было одеть зимой и принадлежать. А сейчас, если одеть современное платье, выйти на улицу зимой, то точно. Сколько времени у них ушло на реконструкцию костюма, девушки удержали втайне, но заверяют, все его элементы пришиты вручную. Между выходами модели выступал музыкальный ансамбль. Музыкальные инструменты в нем тоже сделаны по образцу средневековых аналогов. И так же, как и одежда, они использовались на территории современной Калининградской области. Готика из Владивостока. Калининград с концертом пожаловала эпатажная звезда российской сцены группа Roman Reign. Своему стремительному взлету группа обязана великому и ужасному Мэрлину Мэнсону. На концерте побывала и наша съемочная группа. Он – необычное явление на российской сцене. Манера исполнения и тембр не похожа ни на кого. Позади уже два полноценных альбома, пропитанных духом готики. В Калининграде этот дух пришелся весьма кстати. Группа зародилась в далеком Владивостоке, но организоваться получилось только пять лет назад, после переезда в Санкт-Петербург. Успех Roman Reign пришел благодаря общей работе с российскими тяжеловесами рока группой Slot. Вершиной на сегодняшний день для группы стало выступление на одной сцене с Мэрлином Мэнсоном на концерте в Москве. Я переиграл очень много стилей. Я играл и очень тяжелый стиль, и дэдметал, я играл и панкру. Но когда пришло время покопаться в себе внутри, в душе и выяснить то, какая пульсация меняет, совпадает ли она с внешней. А стиль, ну, в какой-то определенной характеристики я дать не могу, пусть это назовется так, стиль Roman Reign, стиль Roman Reign. Откровениями в песнях Roman Reign ограничиваться не стал. Ими же солид группы поделился и со зрительным залом. Я снимаю кино, когда пишу музыку у себя в голове. Из группы говорят все, что вы слушаете здесь. Если бы я столько пережил, сколько в моих текстах, ребята, туда бы выносили труп. Это уже второй концерт Roman Reign в Калининграде. За время разлуки артиста с публикой ряды самой публики пополнились новыми слушателями. А слушать его нужно по-другому не понять все метаморфозы из музыки и текстов, того, что и делает его творчество непохожим. Поэтому на вопрос, что привело их сюда, зрители отвечают, не задумываясь просто. Roman Reign – это наш кумир. Мы очень любим его. Нам нравится. Мы на него каждый концерт приходим. Его калининградской публике еще до концерта представляли как артиста, вдохновленного образом Мэрина Мэнсона. В итоге на апатажную американскую звезду он оказался не похож, как и стиль его музыки. Бой, салимский наш! Бой, бой, бой! Глеб Идотов, Валентин Куликов, Назим Габибов. Служба новостей. Город.